Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт крымский пармезан слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц здравствуйте дорогие друзья мы таки дожили до конца этой недели это было как обычно не просто крымский пармезан с вами на связи в составе александр янковский стас юрченко павел казарин люди которые копались так сказать в завалах крымских новостей для того чтобы самую мякотку принести сегодня в эту студию и вот как человек из не крымского города керчь я хочу начать с самого не крымского города севастополя севастополе будут бороться с активными гражданами в частности с теми кто пишет обращение к чиновникам жалобщики да такая компания по борьбе с жалобщиками человек который называется губернатором севастополя дмитрий овсянников создал же специальное распоряжение которое назвал вот так об утверждении плана мероприятия направленных на устранение причин и условий способствующих повышенной активности обращение населения севастополя не должны шли человека который будет активно бороться с гражданами это будет исполнить исполняющая обязанность заместителя губернатора андрей шишкин может на самом деле мы может на самом деле мы перебираем может на самом деле они просто вот ты как бы пожаловался на то что у тебя во дворе что-то не про не работает они просто возьмут и исправят то что не работает нет они придут и скажут почему вы жалуетесь а почему вы сами все это не убрали это просто может быть вы это сами все и сделали раскопали тут яму своем дворе и теперь еще нам жалуетесь я просто объясню стас он из керчи керчи в крыму это дальний восток вот он все время жалуется на севастополь который как известно самый западный город и все время ищет там какие-то недостатки но вот не если уж ты решил начать с севастопольских новостей то там на самом деле ребята полноценная интрига кто кого амбудсмен против попов но там на самом деле большой замес вокруг херсонеса потому что священники говорят что пускать бесплатно к морю на территорию путь к морю пролегает через территорию соответственно заповедника и кроме и там были долгие скандалы по поводу того что верующие которые шли в храм который расположен на территории заповедника не хотели покупать входные билеты и соответственно вот это ну ты постоянно себя называл там верующим да когда хотелось бы зайти на территорию херсонеса да безусловно и в общем там вот эта схватка двух якатзун виде соответственно руководство заповедника и руководство севастопольской севастопольского благочиния она продолжалась очень и очень давно и в нее включилась амбудсмен которая заявила что будет добиваться бесплатного входа и право омовения для верующих соответственно вот в херсонесе то что я купаюсь море это мое право омовения да смотрите ситуация какая дело в том что в херсонесе официально запрещено купаться с 1928 года а зачем вы этот указ тогда приняли александр я не принимал зачем же я тогда нарушал это постановление начиная с 2003 года но так объясняет во всяком случае вот пресс-служба этого самого музея заповедника она поясняет что с 2000 с 1928 года там запрещено купаться в заповеднике херсонес таврически но и пляжей там пляжей нет ничего не оборудовано но сделали исключение верующим можно купаться ну как купаться омовятся умовениями заниматься это кстати на самом деле при самое лучшее наверное маркетинговая компания рпц тоже начиная примерно с 1928 года то есть хотите зайти хотите бесплатно искупаться в черном море да в древнем херсонесе прочти молитву очень аж и так дальше как бы святых апостолов по именам перечислить для начала не понимаю почему деньги не собирают греки это было бы логичнее все же но вообще он правда древние причем древними монетами нет золотого пошел я просто напомню они в октябре восемнадцатого года ввели плату за вход на территорию херсонеса 100 рублей 100 рублей это примерно 40 гривен да или несколько баночек боярышника да это правда я просто я просто если быть более точным а слушайте вот меня удивляет почему мои коллеги по работе точно знаю сколько стоит боярышник потому что мы с народом павел и мы следим за чаяниями народа слава слава богу что я от этого народа бесконечно далек так вот и соответственно люди которые не хотят платить 100 рублей и вот у них теперь появляется лазейка а самое главное у них появляется союзник в виде омбудсмена больше 100 рублей а имея одного омбудсмена да больше того смотри если ты человек не верующий просто турист то ты должен во первых заплатить 100 рублей за вход во вторых тебе купаться омовяться нельзя если ты верующий получается да по этой логике во первых ты не платишь 100 рублей ты говоришь я иду по святым местам посмотреть а во вторых ты просто заходишь на пляж облачение снимаешь себя и омовяешься в черном море как отличить верующего от неверующего это главный вопрос а ты говоришь верующий я а почему же вы в плавках иди омовятся иду судя по всему вот это такой стартап по-севастопольский он выглядит вот именно так не хочешь платить 100 рублей говори что верующий идешь омовятся слушайте это интересный момент вот надо где-то еще продлить эту практику в кинотеатрах можно во первых я верующий омовятся ну неважно где но в бассейнах я знаю где можно продлить эту практику у нас есть следующая новость из все того же города ведь священники у пцмп осветили балаклавскую тесс и ее работников нет теперь вопрос а можно ли говорить что ко мне в дом приходит святое электричество и я не должен за него платить ведь я верующий хорошая идея на самом сюда да давайте вам расскажу чуть подробнее про эту ситуацию ведь благочины севастопольского округа протеерей сергей халюта осветил балаклавскую тесс и ее работников об этом сообщается на сайте симферопольской крымской епархии у пцмп и что же там происходило сначала священники на сайте лихрама в благочине вместе с администрацией с трудниками тесс помолились после окончания молебна все помещения электростанции окропили святой водой интересная техника безопасности позволяет ли в электростанции ходить и разбрызгивать туда-сюда воду да наверное не позволяет но кто кто ж будет спрашивать позволяет она или не позволяет там понимаешь ты как бы в этот момент все сотрудники которые находятся на балклавской тесс вот такие стоят и смотрят и понимают ха теперь нам не нужно платить за фото херсон с окропили святой водой за ради этого можно потом и пожар потушить а я думаю на самом деле они потом просто-напросто все вот на этого протоиерея все спишут скажут понимаете приедет путин спросит а почему электростанция не работает сколько денег потратить извините но вот пришел батюшка как бы вышел понимать он подожди а чеки от батюшки есть он как бы акт приема передачи освещения есть он как бы вот как бы гарантию то давал вот давал батюшку тогда сюда вот батюшка выполняет гарантийные работы освещает заново если какая-то авария все нормально все товарно-денежные отношения у батюшки должна быть книга отзывов в предложении типа освещал батюшка ресторан в ресторане увеличились нами и знаю там количество долей вот и так далее освещал батюшка там машину машины тоже выросли надой вот и так далее все открыл то есть понимаешь у батюшки есть страничка там фейсбук оценки там я не знаю отзывы лайки и так далее так далее все нормально сразу видно вот квалификацию батюшки сразу можешь выбирать или заходишь на сайт упцмп графа батюшки кликаешь там фотографии батюшек ты как бы все смотришь там портфолио у каждого батюшки год рождения место рождения и так далее как маркикадинга или если что там функция всех посмотреть то есть выбрал батюшку у батюшки знаешь как в ролевых играх то есть у него функционал там 4000 освещенных машин 5000 освещенных теста и так далее так далее так далее ты как бы выбрал батюшку заказал себе почасовая оплата нормально но есть еще новости севастополя 7 мая в севастополе состоится четвертый экстремальный марафонский заплыв об этом сообщает вести севастополя группа рублей не заплатят вот хороший вопрос я думаю они будут стартовать и не из херсонеса группа плавцов преодолеет расстояние 15 километров от парка победы до 35 береговой батареи собой они не сами поплывут они возьмут копию знамени победы и фотографии еще возьмут с собой ветеранов великой отечественной войны простите пожалуйста а как они их возьмут где они их будут держать тихо я у меня есть версия не могу произносить они будут плыть и держать видимо над головой я думаю что не обязательно над головой потому что руки нужны вот как бы ты взял фотографию ветерана как бы поплыл смотрите но на самом деле у них большие планы в 2020 году к 9 мая они думают но помимо того что вот переплыть это расстояние 15 километров а в 2020 году эти же самые севастопольские моржи планируют уже заплыв на 530 километров они собираются преодолеть расстояние между севастополем и новороссийском нет они конечно же не сами поплывут все это расстояние они сейчас ищут корабль который будет сопровождать этот заплыв и это будет должно выглядеть как эстафета то есть плывут 40 километров потом поднимаются на борт корабля следующие люди плывут 40 километров есть хороший круизный лайнер который может их подвести князь владимир да уже придумали значит поскольку князь владимир в прошлом году вышел в свой первый рейс не в апреле как обещают каждый год а только 2 августа то в принципе можно задействовать князь владимир и пусть они себе плывут в крайнем случае если как обычно он сломается они впрягаются и как бурлаки будут ее так толкать 40 километров есть еще один вариант у нас у меня вы родилась такая идея можно в принципе проделать дырки такие отверстия в борту этого князя владимира поставить туда бёсла и в принципе это будет такой грёбно весельный князь владимир вы явно из галераси это тем более вписывается в российскую политическую традицию раб на галерах будь как путин и так далее так далее владимира не выгребешь и можно еще дорого на самом деле продавать знаете таки почувствую себя как там в античности вот россиянам можно продавать туристические путевки я читаю новости из россии они и так скоро себя почувствует как в античности там как бы захотят того или нет но сурсия очень забавно конечно наблюдает за мне вот как бы развалинами экс-нардепа царёва удовлетворен ой ты тоже читал эту новость с сайта крым реалий блин это великолепно это потрясаю помните был такой нардеп смутно смутно олег царёв да нет ну был такой соответственно знатный регионал он потом уже сбежал в крым после событий соответственно 14 года так вот он в розыске до сих пор украине он заявил давеча что российские власти крыма цитирую обманули его решив продать имущество двух алуштинских пансионатов которые в пятнадцатом году были отданы царёву под инвестпроекты ну то есть понимаешь то есть как бы человек так топил так топил за януковича так топил за россию матушку так топил за новороссию и так далее метил даже президента этой самой новороссии которую соответственно активно силой оружия продвигала москва сбежал в крым объявлял о том что он соответственно патриот и так далее а его россия матушка кинула но дело в том что по словам царёва согласно договоренности с российскими властями крыма фирмы его семьи должны были развивать арендованные санатории и якобы успели вложить туда даже в них более 10 миллионов рублей то есть я правильно понимаю ему дали в аренду пару санаториев он вложил туда 10 миллионов ну предположим а потом у него их забрали да я тебе дал кошелек ты вложил до деньги носишь в кошельке деньги а я потом у тебя его забрал я думаю что он удивляется он же на юбк традиционно да но мне еще нравится его комментарии которые получается нас всех обманули говорит царёв всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю участие в инвестпроектах по крыму вот потому что получается с нами подписывают договора а потом ты тратишь деньги никого не волнует все разрывается и почему-то вот мне так вот как-то вот я не знаю я наверное плохой христианин не могу в себе должного сочувствия в этот момент обнаружить да а вот александр по его тоже как-то я так понимаю не особенно скорбит а вы скорбите стас я ничуть он керчанин а он керчанин понятно хорошо а теперь в еще один город с таким древнегреческим названием мы с вами перенесемся это евпатория кстати но в периоды античности этот город назывался не совсем евпатория назывался он киркинетида а так вот если бы он бы продолжал бы называться киркинетидой то на этой неделе бы в киркинетиде задержали бы мэра но нет содержали главу подконтрольной россии администрации и города евпатории господина филонова андрея филонова тот самый который айрон мэр да тот самый айрон мэр которого ну его наверное под таким под таким прозвищем мало кто знает на материковой украине об этом скорее всего знают в крыму то есть киркинетиде да почему его так кстати назвали дело в том что когда-то он участвовал в теннисном турнире вот с вице-премьером один из вице-премьеров крыма и вот во время этого поединка он взял себе нейм айрон мэр и вот с тех пор продолжает себя также позиционировать пишет постики в соцсетях подписывает что хэштег айрон мэр но я так понимаю что все теперь надо менять джейл мэр или какой-нибудь там я не знаю экс мэр в общем взяли за град ммр да следователи открыли два уголовных дела говорят что он нанес ущерб бюджету евпатории на сумму ну почти 80 миллионов рублей 80 миллионов рублей это это где-то 35 миллионов гривен но очень много да не потому что махинации землей по версии соответственно российских правоохранителей этот перекрасившийся бывший украинский чиновник соответственно вот совершал но интересно он был он был я насколько я помню он был с 98 по 2002 год он был депутатом городского совета евпатория потом он кстати у инны богословской в 2005 году он также баллотировался в 2006 году точнее он баллотировался был восьмым номером списке партии вича но не не прошел он в парламент но и так дальше занимался многими самыми самыми министр курортов нет он был советником главы ну в общем как бы советником по молодежной политике понял главы правительства автономной республики крым арестовали его да и господин аксенов тот человек который фактически говорят его назначил на эту должность за него так и не заступился другие новости из крыма слушайте в продолжение программы крымский пармезан через несколько секунд благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт крымский пармезан слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц друзья это снова крымский пармезан александр янковский стас юрченко павел казарин люди которые взяли взвалили на себя нелегкое бремя анализа крымских новостей для того чтобы простите вот вам об этом всем рассказывать тут новости связанные с авиаперелетами которые внезапно как бы могут случиться могут и не случиться дело в том что в зампред российского правительства крыма георгий мурадов заявил что надо обсуждать открытие авиамаршрута дамаск ереван симферополь причем следующая цитата настолько феерично что вот как бы нужно цитировать ничего не добавлять говорит почему нет спрашивает нас георгий мурадов в дамаск армяне летают активно я недавно там был и в дамаске общался с сирийской армянской общиной прекрасная община очень патриотично настроена и в отношении сирии и рукоплескала всем событиям которые происходили в крыму и говорит надо этот вопрос про авиамаршрут обсуждать это вот в тот самый-самый международный не международный аэропорт симферополь да я мне больше интересует конечно вопрос аэропорта дамаск почему и кстати почему дамаск и реван симферополь они напрямую симферополь дамаск неужели даже сирийцы не понимают что аэропорт симферополь закрыт для международных рейсов вообще для всех рейсов не все хорошо ниже паромы нет ты понимаешь это просто нормально ты покупаешь билет симферополь ереван а тебя сперва дамаск а потом как получится а потом во первых как получится там на взлете может конечно от стингеров теплоловушки повыпускал нормально твой боинг повыпускал все нормально прошел ушел на ереван на самом деле знаете в этой новости меня больше всего вот что смущает редким боинг долетит до аэропорта меня смущает в этой новости один главный момент поскольку освещали электростанцию вот которую балаклавскую электростанцию под севастополем священник неужели они не могли сказать господину мурадову что самолеты не могут летать потому что они тяжелее воздуха не что что тяжелее воздуха не может летать какие рейсы о чем он говорит потому что он находится в крыму они все во стопо и вот севастополь и священники рассказали уже это и теперь москва не заинтересованно расширять действующий аэропорт Севастополя, Бельбек. Наконец-то, хоть голос разума. Ну, на самом деле, нет, все из-за близости аэропорта Симферополя. Или, по крайней мере, так считают специальные представители президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Я объясню, что после аннексии Крыма власти Севастополя подписались Министерством обороны соседней России договор о совместном использовании аэропорта. И вот теперь, в 2018 году, Бельбек стал филиалом международного аэропорта Симферополь. Который не международный. Абсолютно не международный. Не-не-не, подождите, подождите. Все-таки рейсы осуществляются в Россию? А, да. Да, получается, получается, де-факто, да. Летают-то рейсы, да, в российские аэропорты. Все нормально, да, международный аэропорт. Ты видишь, в Украине этот аэропорт ему присвоено в каком? В 2015-2016 году имя Амедхана Султана. А в прошлом году, насколько я помню, российские чиновники ему присвоили имя Ивана Айвазовского. Там долго выбирали они имя. Почему-то решили, что он будет называться именно так. Мы четыре месяца об этом шутили. Простите, это было прекрасно. Да. Я просто... Теперь у нас есть еще один повод для шутки. Да-да-да. Слушайте, это... Вот это классическая история про то, что продать кота в мешке, а потом внезапно удивиться, что кота-то в мешке и нет. В общем... Крымчанам и россиянам пообещали, что Дольф Лунгрен, небезызвестный голливудский актер, звезда голливудской непободимы, вся этого слова, приедет в Крым и будет сниматься у режиссера. У режиссера Александра Биланова. Причем, значит, фильм под названием «Приговоренные к подвигу» снимет российская кимнокомпания «Грифонфильм». И предполагается, что Дольф Лунгрен сыграет начальника, не просто кого бы там ни было, да, а начальника керченского гестапо Гюнтера Геддмана. Сразу в двух частях трилогии. Одна часть называется «Джимушка», и вторая часть «Маска». Самое забавное, подождите, Александр Биланов — это такой клоун, который все время рассказывает о том, что он выдающийся кинорежиссер, а при этом киноработ его как-то особенно никто не смотрел, не помнит. А так бывает. Значит, неоцененный гений. Так, самое забавное, что представители Дольфа Лунгрена сказали, что это все фигня, что он не собирается ни в каких фильмах принимать сниматься. И что, ладно, цитирую, назвали неправдой сообщение о том, что Дольф Лунгрен собирается принимать участие в съемках фильма «В Крыму». А Биланов сказал, что правда, потому что ему пообещал, что Дольф Лунгрен приедет его друг и крестик. Житель Лейпцига Дольф Лунгрен, сантехник, 24 года, вот он заявил, что будет у нас играть, да. В этом фильме. Мы же не обещали, что тот самый Дольф Лунгрен. Мы же обещали, что какой-то Дольф Лунгрен. Также агент Дольф Лунгрена, Дольфа Лунгрена, опроверг информацию о том, что господин Лунгрен на майском параде планирует пройти в колонии бессмертного полка с российским президентом Владимиром Путиным. Простите. Я считаю, что в этой новости было самое главное другое. Они наконец признали, что за последние пять лет превратили мой родной город в гестапо. Да. Я просто хочу сказать, ладно. Правильная мысль. Поехали, да. Правильная мысль, да. Марин Лепен отправит в Ялту свою племянницу. Чем она так провинилась, ваше мнение? Не знаю, может конфеты воровала как бы. Это же сколько конфет нужно воровать? Может быть недостаточно была правой. А это на самом деле в европейской такой практике. Вот помните, когда мама отправляет дочку через лес с пирожками, через темный лес, с пирожками к бабушке. Причем такая еще заботливая говорит, осторожно, там могут быть волки. Вот так же и понимаешь, и Марин Лепен такая отправляет ребенка в Крыму и такая, осторожно, там могут быть все что угодно. А мне кажется, на самом деле, это вот такое повторение истории 19-го столетия, когда во Франции случилась вот в 18-м столетии революция, и многие дворяне не знали, куда им деться. Они бежали просто-напросто из Франции, и в основном обедневшие они оседали в России. Ну, потому что все говорили по-французски практически, все поклонялись там великой французской литературе, музыке, живописи и так далее. Все хотели быть похожими на французов, и поэтому, может быть, вот она действительно как бы повторяет вот таким образом историю начала 19-го века. — А ты знаешь, еще, может быть, вот эта классическая история, когда вот, собственно, вот кого не жалко в семье, того и отправляют на галеры. Ну, то есть, там же как, Ялтинский экономический форум, на него приглашали саму Марин Лепен, а она не поехала. Она говорит, дочку, дочку возьмите. — А у нее та же фамилия. — Ну, почти. — Она похожа, да? — Марион Маршель, вообще-то, зовут ее дочку. — Племянница. — Понимаешь, Аксенов не разберется, да, ему что Лепен, что Маршель, он скажет, Франция, все, хорошо, да. — А ну скажи, что она по-французски, о, сразу видно, наши друзья из Франции, да. Вот, в общем, да, Марина Лепен не поедет. — Она поедет на Ялтинский экономический форум, а Марина Лепен не приедет. — Это будет, то есть, понимаешь, как они будут представлять? Это племянница бывшего кандидата в президенты. Представляешь, какая? — Проигравший кандидат в президенты. — Ну, официально, какая разница вообще, Павел? — Какая высокая делегация. — Высочайшая делегация. — Сосед племянницы бывшего кандидата в президенты. — Можно фоточку, пожалуйста. — Да, а я ее, знаете, вот мы в одном магазине овощи покупаем. Тоже приезжайте к нам в экономический форум? — Замечательно. — Следующая новость из моей самой любимой рубрики — это рубрика «Обещание». А может быть это случится? А может и не случится? Мы, конечно же, не знаем, но говорят, Индия хочет вложить в Крым 5 миллионов долларов. В этом на открытии туристического форума «Открытый Крым» 5 апреля рассказал член делегации из Индии Раджеш Вира. — Сколько еще раз? — 5 миллионов долларов. — Так это им высокий сезон, максимум неделю в Ялте провести. На что они вообще надеются? Нищеброды! 5 миллионов в Крым, в сезон. — Инвестирую господину Вира. Мы хотим узнать, что такое Крым, изучить его, узнать, в какие сферы можно инвестировать, пообщаться с людьми. — В чебуреки. — Хорошая идея. — Понять, выгодно ли это. Мы хотим инвестировать в крымский туризм и бизнес 5 миллионов долларов. — То есть он понимает, что крымский туризм — это не бизнес. Когда говоришь, что хотим инвестировать в крымский туризм и бизнес. — Я вообще считаю, что просто на самом деле... Ну я же говорю 5 миллионов долларов. То есть я говорю, ялтинские ательеры на них смотрят просто... Какие ательеры вообще? Те люди, которые сдают жилье у моря недорого, они говорят, 5 миллионов, пойдите прочь вообще с такими деньгами. — Да, вот в Валушту езжайте, там вот... — В Валушту. В лучшем случае в Раздольнинской или на пляже Джанкоя с такими деньгами 5 миллионов. Нашли нас чем удивить. — Я знаю, на самом деле, почему ему пришла в голову мысль этому господину Вира. Это, судя по всему, связано со следующей новостью. Потому что крымское пиво обещают увезти в Индию, Азербайджан и Израиль. И все время все сложилось. — Нет, нет, там фраза еще «На полигоны в Индию». — Зачем «На полигоны»? — А вдруг оно фонит? — В каком смысле? Объясните, я ничего не понимаю. — Ну, я просто не знаю. Крымское пиво, когда вот фраза, новость, заголовок звучит «обещают увезти в Индию, Азербайджан и Израиль», у меня сразу такое, знаешь, то есть такой грузовик, на нем надпись «Хазард», значки радиоактивной угрозы, и он куда-то какой-то вот товар, соответственно, выходит, и там в могильник, соответственно... — Бош, Павел. — Ну ладно, хорошо. — Ну, да. Ну, в общем, как бы... — Пиво безалкогольный авиакомбинат «Крым» заявил, что будет поставлять продукцию в Индию, Азербайджан, Израиль, Абхазию и Китайскую Народную Республику. Ну, просто так. — Почему бы и нет? — Слушайте, самое интересное, что, как правило, вообще пиво и другие напитки, их никуда не возят. — Две недели. — Их делают на месте. Даже если под... Мне тяжело, конечно, представить, но я могу представить себе, например, пиво «Крым» где-нибудь там. Теоретически я могу представить. Но для этого оно должно изготавливаться там, потому что возить просто воду — это абсолютно такая нереальная история. Это очень дорого, это накладно, но и зачем, что самое главное называется. И кто этот потребитель пива «Крым», например, в Индии, Азербайджане и Израиле? — И Китайская Народная Республика. — А, и Китайская Народная Республика. — Член делегации из Индии Раджешвира, судя по его заявлениям про инвестиции. — Всё, понятно, смотри. — Я не знаю, послы, члены их семей российских. Дело в том, что есть уже успех у предприятия «Крым». Они уже поставляют своё пиво и другие напитки в Абхазию. И также эти напитки постоянно представлены в павильоне российских продовольственных товаров Китая. Поэтому они считают, что если им удалось завоевать павильон российских продовольственных товаров Китая, им точно так же легко будет завоевать рынки стран. — Слушай, ну, в конце концов, мы же не знаем, сколько они туда собираются увезти. — Одну бутылку. — У вас каждую по бутылке поставил на полку, всё, у нас представлен товар. — У вас места в вашем чемодане есть, в самолёт, перегруза нет. Возьмите бутылочку с собой, пожалуйста. — А потом мы в новость напишем, да. — Да. — Ну что, на сайте Крымреали есть ещё прекрасные новости. Вот кто может пить пиво из Китая. Всё дело в том, что в Крым приезжала фейковая делегация из Китая. Поясняю. Распространённая российскими провластными крымскими СМИ информация по течение 8-10 марта детского лагеря Артек делегации из Китая во главе якобы руководителя управления международных обменов Чжонского университета Джоу То оказалась неправдивой. — Остановитесь. — Да, в общем, не надо. — Спасибо, дорогой редактор. — В общем, это потрясающе. То есть приехал какой-то китаец, сказал, что он руководитель международными обменами в университете Джанчжоу. Соответственно, я так понимаю, он три дня тусил в Крыму, ему выставляли поляны, его везде возили, он отлично отрывался. А потом оказалось, что на самом деле нету такого человека в Джанчжоуском университете. — Уже нету. — Да, ну просто потом, согласно официальному письму, официальному разъяснению, оказалось, что гражданин КНР, вот этот тот самый самозванец и мошенник, не является даже сотрудником Джанчжоуского университета, поэтому он не может делать никаких заявлений от имени вуза, он не может представлять этот университет. И, более того, позиция самого университета довольно проста, она поддерживает территориальную целостность Украины. Это, я вот в какой-то веке все время вспоминаю, вот в 90-е годы после развала Союза в все постсоветские республики можно было приехать любому иностранцу заявить о том, что ты инвестор, соответственно, неделю-две вкусно кушать, тебя кормили, наливали, поили и так далее, и так далее. И ты, как Остап Бендер потом, соответственно, просто разворачивался, уезжал, переезжал в другой и говорил снова, что ты сын лейтенанта Шмидта. И вот Крым сегодня, это вот идеальная история для международных детей лейтенантов Шмидта, которые приезжают, рассказывают о том, что они что-то там представляют, и, соответственно, снимают сливки. Прекрасная инструкция хорошего отдыха от Павла Казарина, я уверен, кто-нибудь воспользуется этим, а мы же продолжим. Дальнейшие инструкции получите через несколько секунд в программе «Крымский пармезан». Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц. Друзья, это все еще «Крымский пармезан». Павел Казарин, Александр Янковский, Стас Юрченко, самые-самые спелые новости из Крымского полуострова специально для вас и только сейчас. Я начну с переспелой новости. Давай. Значит, с начала этого года официально заявляю, в Крыму отдохнули свыше 350 тысяч туристов. Это более чем на 30% более, чем за аналогичный период 2018 года. Какие ваши доказательства? Доказательства слова Вадима Волченко, хулиган Вонючка. Он сообщил об этом министр курортов и туризма аннексированного Крыма. По словам министра, 62% гостей прибыли в Крым по Керченскому мосту. Видимо, он лично стоял и считал. Я не знаю, как можно посчитать людей, прибывших в Крым по Керченскому мосту. Сказал бы, 108% прибыло по Керченскому мосту из этих 350 тысяч туристов. Но также Волченко подчеркнул, что отдых на полуостров дешевле, чем прошлый год. На период майских каникул стоимость отдыха в объектах размещения Крыма снижена в среднем на 9,2% по сравнению с прошлым годом, а в период высокого летнего сезона на 8,1%. В общем, любит господин Волченко разные красивые цифры. Это тот самый. Почему он так любит? Потому что до того, как его поставили возглавлять Крымское министерство курортов и туризма, до этого времени, перед этим, ну, не сразу, а немного ранее, он возглавлял Крымский республиканский комитет по делам информации. Ну, информировал, дезинформировал, я бы даже, наверное, так бы сказал. Но зато у нас в скором времени появится возможность перепроверять слова господина Волченко, потому что за отдыхающими на бережной Ялты будут пристально следить. Кто? Другие отдыхающие. Другие отдыхающие. Нет, отдыхающие из Турции будут смотреть на веб-камерах, как отдыхают люди в Ялте. А что там с веб-камерами? Объясняю. К курортному сезону на Ялтинской набережной и центральной части города установят более 60 камер фото- и видеофиксации. По крайней мере, так заявил на пресс-конференции человек, говорящий, что он глава российской администрации города Алексей Челпанов. Big brothers watching you. Очень фью, да. А в переодевалках будут камеры? Везде будут. Нет, смотри, пока что они думают, что после этого будут камеры, оборудуют все скверы и парки Юбака, дальше, да, пойдут в кинотеатры, потом в раздевалки, в туалеты. Я думаю, что нужно на Керченском мосту поставить под сотню камер и считать каждого проплывающего под ним туриста. Это не те камеры вообще. Вы не про те камеры, я так понимаю, речь идет. Это не про водовидеофиксации, про настоящие камеры. Тюремные, наверное, речь идет. Приехал, да, как бы, и посадили. Туристический сбор заплатил, пошел в камеру, да. Я не знаю, моя любимая новость про крымский туризм. Это главная история про то, как главный пляж Евпатории закрыли для туристов. И правильно сделали. Да. Ну, на каждой табличке с предупреждением о том, что пляж закрыт, указано, что она действует на протяжении 100 метров. Но ты проходишь эти 100 метров, там снова табличка. И чем... Идите назад. И чем вызваны такие, собственно, неожиданный запрет, не объясняется. Но зато 350 тысяч человек уже в Крым приехало отдохнуть. Правда, спрашивается, где. Ну, неважно. И зачем самое главное, да? То есть... Да. Не, ну, понимаете, это опять-таки. Можно считать абсолютно всех людей, которые заезжают на территорию аннексированного Крыма из соседней России, их можно считать туристами. И, скорее всего, наверное, так и происходит. Точно так же, как в прошлом году господин Волченко посчитал всех, кто приехал в Крым, и кто ездил по пять раз, пересекал административную границу между Крымом и Херсонской областью, они всех записали в туристы. Ну, активный турист. И сказали, что миллион украинских туристов приехало в Крым. Представь, как приехал, понравилось. Еще раз приеду, еще раз приеду, еще раз. Почему в Крым один раз можно съесть, задохнуть за лето? Можно пять, шесть, семь раз. Сколько угодно. Да, друзья, еще одна. Но не ищите контрабандных товаров в ялтинских, евпаторийских и прочих ресторанах. Перекрыт канал контрабанды санкционки. А как же Дорблю? Что, крымчанам опять только крымский пармезан наш потреблять? Подожди, подожди, это что же получается? В сакральной Корсуни, в колыбели русского православия, в точке сборки русской цивилизации, все это время россияне ели украинские санкционные товары? Да, и не только украинские, но также произведенные и в странах Европейского союза. Какая потрясающая бездуховность. И что же там было-то? Значит, изъяли одну тонну 138 килограммов сыра, 70 килограммов мясной продукции общей стоимостью более 860 тысяч гривен, 200 ампул, обозначенных иероглифами предположительно медицинского назначения, а также комплектующих к электротоварам неустановленного происхождения. Об этом, кстати, сообщала 3 апреля Пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Херсонской области, Автономной республики Крым и Севастополе. Самое забавное, что все это, по сообщениям, предполагалось для элитных крымских ресторанов. То есть, чуваки сами признаются, что элитные крымские рестораны не хотят покупать элитные российские продукты, потому что что-то в них есть не элитное. Вот. Во-вторых, они... Сами это все... Во-первых, у меня два вопроса. Как они поняли, что это украинские товары? Они такие подходят, такие... Хоп, кусок мяса. Слава Украине. Не знаю. Или как это вообще происходит? Нет, понимаешь, на этот раз задержали вообще, задержала их украинская таможня. А, украинская таможня. Елки-палки. Ну тогда ладно. А так вот ты сидишь в ресторане, так вот, сделал укус, такой, как же это вкусно, и плевать не хочется, точно не русское. И такой, так, съел такой, и такой, как умру, так поховай. Нет, ну почему же сразу так? Лучше ли там дух счетило рвэ дубою. Да, например. Рвэ за поступчайский. Лэнта за лэнтою, да. Ребята, во всей этой новости самое прекрасное другое. Указанную продукцию хранили на территории неработающей автозаправочной станции. Покупатели находили через интернет-социальные сети и делали заказы закрытых чатиках. Гениальная схема. Какой-нибудь сыр, разведенный с бензина, можно в бензобак, потом бензин выкатываешь, да, сыр остается, и ты в наваре. Друзи, а у вас есть полтора триллиона российских рублей? Стас, посмотри в кармане. Есть? Один, два, три. Нет, не хватает. Надо купить, Стас. В общем, в перерыве сходи в обмен и купи полтора триллиона рублей. Россия столько требует от Украины за Крым. Говорит, что ущерб Крыму от Украины это полтора триллиона рублей за период с 1991 по 2014. Сколько это в бич-пакетах, то есть в мивинке? Я по-другому не смогу понять. Я не знаю, надо подождать пару лет. Они называют это дошираками, а вы спалились вообще, агент Юрченко. Да. Поэтому, по-моему, приблизительно где-то один доширак, это где-то 10 рублей. То есть достаточно много. Достаточно много нам придется дошираков им подарить. Но не придется. Но не придется. Депутаты Госдумы заявили, что, соответственно, внесли в этот ущерб разницу между доходной частью бюджета полуострова при Украине и бюджетом полуострова при России. Экологический ущерб, потери от санкций, арендная плата за прививание Черноморского флота, недополученные доходы от заповедников и санаториев. А потом еще и, говорит, мы моральный ущерб туда. То есть вообще с потолка цифру нарисовали. И такие, говорит, давайте включим в ущерб ущемление прав русскоязычного населения, которому в свое время подвергали жители полуострова. Ты помнишь, как тебя русскоязычного в Крыму били? И ущемляли. Бандерацы вот на улицах ловили. Константинов, заслуженный строитель Украины, ловил тебя на улице и бил. Пять раз челюсть мою украязычную ломали, чтобы я по-русски говорить нормально смог. А Аксенов, который вот... Говорил, что Крым — это Украина, вопрос закрыт. Да-да, он вон Сашу вот вообще пытал, говорит, не говорит... Пытал, пытание бы. Не говорил, не говори, говорит Саша по-русски, а то вот как бы что-то с тобой произойдет. Вот так. А на самом деле, это же, это интереснейшая история. Я напомню, как она появилась на свет. 15 марта этого года приехал глава Государственной Думы. Не туризмом заниматься в Крыму. Да, и на заседании уже Государственного Совета Крыма, так называемого, это подконтрольная Россия и парламент, он заявил, что а не пора ли нам взыскать с Украины там какую-то сумму? И вот сейчас они уже на полном серьезе собирают какую-то рабочую комиссию, рабочую группу, так она называется, и они уже выдают какие-то цифры. Например, вот сейчас говорят о полутора триллионах рублей. Причем, когда спрашиваешь этих людей, об этом можно детально прочитать на сайте Крымреали, откуда у них появилась такая безумная идея, как они вообще собираются взыскивать с Украины, они говорят, ссылаются на какие-то международные нормы, согласно которых, этих самых международных норм, Россия оккупировала, аннексировала, да, украинский полуостров Крым. И Россия является страной-оккупантом, но никак не Украина. Скажите, а где находятся те самые ворота в параллельную вселенную, в которых они вот выходят к нам и вот рассказывают? Эти люди недавно в одном эфире, в эфире российского госканала рассказывали о том, что, в принципе, Польша виновата в том, что Германия напала, потому что Германия выдвигала совершенно нормальные претензии с данным коридором и так далее, и так далее. И польскому правительству официально в Варшаве нужно было просто найти какой-то разумный компромисс с Берлином, но она вот повела себя нервно и неестественно, тем самым спровоцировав Германию на агрессию. Чего ты хочешь от этих людей? Они, это Крым токсичен, но, знаешь, как раковая опухоль пробирается во все глубины российского политического сознания и дает метастазы. От этого процесса, к сожалению, а может быть и к счастью, россиянам никак не защититься. Давайте вот еще закончим же эту тему. В эфире радио Крымреали был адвокат московской коллегии адвокатов Александр Молохов, и он выразил надежду, что примет участие в заседании рабочей группы по оценке ущерба. Также он рассказал, почему о компенсации некого ущерба в России заговорили именно сейчас. Здесь свою роль сыграла определенная активность украинской стороны, потому что Украина очень активно определяет самые разные претензии России по поводу Крыма, в том числе и на юридическом фронте поле. И на самом деле настало время перестать оправдываться, настало время переходить в наступление. Ну, на самом деле, лично я всегда был сторонником того, что нам есть что предъявить Украине, и за то, что было до 2014 года и после. У меня единственный только вопрос. Почему, если россияне хотят судиться с Украиной и предъявлять какие-то претензии, почему они ведут отчет с 1991 года, а не с 1954 года? Потому что... Когда Крым действительно по закону, да, вот он и стал украинской территорией. Это твоя проблема, что ты продолжаешь там искать логику, а логику там искать дело этот. Хотя вот, ты знаешь... Нет, иногда бывает логика. Иногда бывает. 19% россиян считают, что аннексия Крыма навредила России. Данные результаты опроса российского Левада-центра. Это, кстати, максимум за последние 5 лет. Вот. И на 5% с 70% до 65% упала доля респондентов, которые считают, что аннексия Крыма принесла России больше пользы. То есть, ну, это вот, знаешь, такое медленное-медленное прорезвление. Они за 20% россиян начали что-то подозревать, глядя на полки, глядя в холодильники, глядя в зарплатные ведомости и так далее. Ибо на этой же неделе стало известно, что 20% россиян хотят уехать из своей страны. И у меня теперь вопрос. Совпадение? Нет, думаю. Да, вот это совпадение вот эти 19% и 20%. Или же они хотят уехать из России в Крым 20%, чего мы, ну, никак, как бы, ничему мы не можем быть рады. Это точно. Ну, к счастью, все эти люди, которые хотят уехать, они хотят уехать не в Украину, они хотят уехать в одну из стран ЕС. Сейчас 40%, 16% в Северную Америку, вот, ну, еще там по чуть-чуть на Японию, Канаду и Испанию. Вот, кстати, один уже приехал. А кто? Этот человек из Владимира, его, кстати, поймали только в Симферополе, добрался таки из российского города Владимира, добрался до Симферополя. Причем он путешествовал, сидя на сцепном устройстве электропоезда, 26-летнего нарушителя российские полицейские задержали. И мужчина признался, что приехал из Владимирской области в Крым, используя непредназначенные для проезда пассажиров места и участки вагонов. Он еще, наверное, и для купания собирался использовать непредназначенные для купания и рекреации участки. И, да, друзья, на самом деле больше было новостей из Крыма и с львами в сафари-парке Тайган. Ну, если, да, если соберетесь ехать в сафари-парк Тайган, то мы вас разочаруем, да, потому что прогулка со львами уже запрещена. Да, но это все второстепенно, это все факультативно. Крымский пармезан был с вами. Берегите себя, услышимся через неделю. Крымский пармезан Крымский пармезан Крымский пармезан Крымский пармезан Крымский пармезан Крымский пармезан